Глава одиннадцатый, без мышей, F10, ИСОК, пожалуйста. Три дня будете. А что у вас сегодня? Клавис у Windows? Да, конечно. Официантка столовкой Alt F4 в записную книжечку с стрелками курсора направилась в BIOS. Через 002-36-01 на моем столике появился джучий фрот. И пристегнув компактную лавиатуру, я принялся за работу. Мороз за окном давал себя знать, и перезагрузившись несколько раз, я подошел к бармену. Поступят! Да только сейчас их разгоняли. Прямо не знаю, что делать. Чистый скейп, чистый скейп. Чистый скейп, чистый скейп, чистый скейп, хуманурусый бармен. Как ваша контора хоть называется? Спейсбак. Космический бак? Нет. Клавис у пробела. И кто-то возглавный пробел. Громозник, но сейчас в бане вирусом схватил. Опять захлумылся бармен. Вернулся на свой столик и отжелись экрана. Вернулся к камерам. Я устал навторять какого-то романа Декки. Какой ужас! Все тело этого парня было покрыто тем, что очень напоминало что-то очень похоже на банный лист в большом количестве. Из его жизни сходил парк. И он взывал. Что-что? Что это? Я ножом пробил, чтобы сместить экран вниз. Надпись по футу гласил. Веник средств от вирусов. У вас нет кремленной зазыганки. Напугал меня раздача самого гос. официантки на культурах. А зачем он? Высеть! Кого высеть? Фи, беги, сердцик! С кириллой губой официанткой. И с грохотом шлепнула мою клавиатуру блюдо дня. Терсткий запах уксуса пахнул мне в нос. И забыв обо всём, я с удовольствием начал поглощать мышиные хвосты. Насладившись чубыцами и щёкнув пару раз пальцами бармену. Я заорал. Эл-9 на всю катушку! И поставьте что-нибудь соответствующее. Через полчаса действия, насытившийся и подобревший, Я подошёл к стойке, где крутился какой-то енец в очках. А всё-таки хорошо у них здесь, хоть и холодно, крякнул я. Да, холодно! И мыши все наконец пошли. А зачем, где мыши? Сварить отсюда никак не могу. Серьёзно? И мне кнопку пальцев. Фирменную клавишу. Я сожгнул скепку. Так быстро киди! Проходился мимо официантка. Зернул и постучал по стойке. Лёша! Хватит мыть стаканы! Заспанная голова бармана вызвался по стойке после этого. Бумага закончилась, а то б я уже давно поцакулся ставил. Я сейчас вбегаю, а ты смотри за ними в оба. Курсуры затюкали по бетону, затем по лестнице, по бреднейшему и мостовой стихли. Затем снова затюкали, удаляясь, но как-то неровно, не встал. Я как-то сломался. Какой? Какой? Левый! Там быстро видно! Скажу право, Enter! Но там ещё будет диалог, разрешение и программа при выходе. Ты знаешь, во всём мыслов? Пожалуйста! Нужно с киди! Выбросился из бара киди, поблагодарил меня и ссунул мне свою визитку. Зе и Прохоров! Лягушка! Представился я. А почему П.С? А почему П.С? Чё не молча? Ну, стой! П.С, так П.С. Анатаса Грозный, Рэки, из-за угла высказал огромный пёс. Голова пса была повернута на бок и подъезжал к нам. Он с крестом затормозил. 29-го года выпуска. Киди похлопнул пса по спине. Дай лапу! Пёс вернул хвостом и поднял лапу только наполовину. Тут далеко до терминала. Кватал три. Киди закрыл глаза. Я тоже. Пёс жабы заскулил. И уже через несколько секунд, киди, я и пёс засовывали себя в терминал. После часа мы узнали по электросетям. Мы всё-таки начали играть лечебницу и, купив всё необходимое, отправились в горницу. Чёрт шло. Чёрт шло. Грянь из-за жопа. Далее пошло. Чёрт шло. Чёрт шло. Ёгать шло. Чёрт шло. Чёрт шло. Чёрт шло. Чёрт шло. Посвященные не знают что-либо в провода в электронном обтекате, когда все корректируют дым, и на кухне будут курать.